Поддерживающая терапия и обсуждение рекомендаций коррекции иммуно-посредственных и желательных явлений. Это особый класс нежелательных явлений. Он отличается от всех тех нежелательных явлений, которые мы встречаем при таргетной терапии, при химиотерапии. И эти нежелательные явления возникают при иммунотерапии злокачественных опухолей, и мы сейчас их достаточно часто видим. И к препаратам, которые могут привести к этим нежелательным явлениям, это, в первую очередь, ингибиторы иммунных контрольных точек. Это антистел-4 препарат на сегодняшний день, эпилюма препарат, который используется чаще всего в комбинации, и антипиди-Л1 препараты, которых уже достаточно много зарегистрированных. Меньше мы в настоящее время используем цитокины. В основном все-таки в низких дозах остаются в рекомендациях. И отдельные моноклональные антитела, такой как блинотумаб, который используется в гематологической практике. Но, тем не менее, вот это антитело тоже существует. У него специфическое действие. Он связывается CD3 и CD19 рецепторами и применяется для лечения пациентов с острыми лейкозами. И если мы обратимся к иммуноопосредованию желательным явлениям, которые вызываются при применении ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, то, конечно, мы видим, что их спектр может быть достаточно большой. Он может быть вызван изменениями со стороны различных органов и систем. Например, со стороны кожи. Это может быть сыпь, это различные кожные высыпания. Это может быть изменение со стороны дыхательной системы в виде пульмонитов. Это эндокринопатия, и тиреидиты, и гипотиреоз, и гипотиреоз. Это изменение со стороны органов зрения, и мы уже стали встречаться с такими нежелательными явлениями, как отклонение от лабораторных норм при удовлетворительном состоянии пациентов в виде гипотита, причем достаточно тяжелых. Мы уже теперь знаем, что есть редкие нежелательные явления монопосредованные, в том числе и со снижением показателей крови. Это и тромбоцитопении могут быть, и анемии. То есть спектр достаточно разнообразный. И рассказать в 15-минутной презентации о тех нежелательных явлениях, с которыми мы встречаемся, конечно, невозможно. Поэтому хочу сказать, что первое, мы обсуждаем всегда со своей командой те рекомендации, которые существуют на сегодняшний день. И те вопросы, которые стали наиболее важными, дискутабельными, мы вынесли на сегодняшнее обсуждение. Первые вопросы касаются обследования пациентов до начала иммунотерапии. Мы уже слышали от докторов, которые работают на местах, что приходящие эксперты по анализу качества оказания медицинской помощи подвергают штрафным санкциям за невыполнение тех или иных рекомендаций. Так вот, обращаю ваше внимание еще раз, что всем пациентам перед началом иммунотерапии рекомендуется совсем небольшой список исследований. Это клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Это биохимический анализ крови, где интересен уровень общего белка, уровень трансаминаса АЛТ, билирубин, общий креатинин, глюкоза. Со стороны гормонов это ТТГ, общий анализ мочи и для женщин детородного возраста тест на беременность. Вот такой вот спектр обязательных. То, что касается уже дополнительно по показаниям, потому что пациенты могут быть различны, с различными сопутствующими патологиями, с различным коморбитным статусом, возрастные пациенты. И здесь уже дополнительно по показаниям, можете посмотреть на этот слайд, со стороны биохимических анализов это и альбумин, щелочная фосфатаза, амилаза, электролиты, калий, натрий, кальций, липаза, мочевина, мочевая кислота, циреактивный белок. И при отклонении от нормы тиреотропного гормона целесообразно использовать тесты на свободные Т4, по возможности Т3 и антитериоидные антитела. Почему мы все-таки настаиваем на том, что дополнительные были обследования прописаны? Потому что если мы их не пропишем, они не будут тогда включаться в общую систему, не будут закладываться и возможная стоимость этих исследований. Поэтому лучше, чтобы это было прописано. Но повторяю, с каждым экспертом вы можете абсолютно обоснованно говорить о том, что эти исследования должны назначаться только по показаниям. То, что касается инструментальной диагностики, то опять же до начала иммунотерапии мы должны оценить состояние органов грудной клетки и обязательно сделать пациенту электрокардиограмму. Дополнительно при наличии показаний могут быть рекомендованы следующие исследования. Это УЗИ щитовидной железы, это фракция выброса левого желудочка, это функция внешнего дыхания, это состояние оснащения кислородом, это консультация гастроэнтеролога и фиброгастроскопия, эзофагоскопия и консультация дерматолога. Мы даже не стали здесь писать абсолютно, при каких состояниях можно обращаться к гастроэнтерологу и, например, к дерматологу, потому что индивидуально у каждого пациента можно подойти. Это хронические заболевания, это наличие в анамнезе, например, язвенной болезни, это применение стероидных препаратов длительно долгое время. То есть индивидуально доктор должен выбрать, почему он назначает ту или иную консультацию. Наверное, абсолютно все показания достаточно сложно выбрать, поэтому мы предлагаем вот такой путь. Поэтому первый вопрос к тем, кто нас слышит, уважаемые коллеги, согласны ли вы с тем предложенным объемом обследования до начала иммунодерапии? Первый ответ – да, второй ответ – нет. Пожалуйста. 97%. Ну что, спасибо, коллеги. Следующий вопрос, который вызывал дискуссию не только у членов команды, но и у специалистов. Мы достаточно часто проводим аудиты по северо-западному региону и обращаем внимание на те вопросы, которые нам направлены. Какие обследования нужно делать при подозрении на наличие иммуноопосредованных нежелательных явлений? Но первое, на что хочется обратить внимание, коллеги, если вы подозреваете то или иное нежелательное явление, во-первых, вы должны исключить возможные альтернативные причины развития подобного нежелательного явления. То ли это какая-то сопутствующая патология, либо это какой-то инфекционный процесс. Непростая ситуация, но первое, что вы должны всегда сделать, это, конечно, отмести возможные альтернативные причины. И при подтверждении уже наличия некоторых нежелательных явлений рекомендуется проведение ряда дополнительных исследований, которые направлены на уточнение степени нежелательных явлений и его дифференциальную диагностику. Нежелательных явлений, как вы знаете, по органам и системам достаточно много, перечень большой. Поэтому мы остановились на тех нежелательных явлениях, которые вызывают большие вопросы. Первое, это дополнительное обследование при подозрении на наличие иммуноопосредованного колита. Что рекомендуется по показаниям? По показаниям. Это колоноскопия. Причем здесь я расшифрую. Когда мы делаем колоноскопию, далеко не всем пациентам, у которых есть диарея, однозначно, конечно. Если у пациента тяжелая степень диареи, третья, четвертая степень, и это первая, второй, если не высокой степени, второй, например, степени, средней степени, но длительно существующие, больше двух недель, и те пациенты, которые не отвечают на лечение глюкокортикоидами. Вот в этой ситуации мы прибегаем, рекомендуем сделать колоноскопию. Нужно сказать, что за последнее время при применении антипеди-1, антипеди-1, античекпоинт ингибиторов, мы практически не видим таких тяжелых колитов, тех, которых мы видели на эпилюмабе. Но, тем не менее, пациенты, которые получают комбинированную терапию, риск возникновения его достаточно существует. Он не так высок, но он существует, поэтому, конечно, нужно об этом помнить. И дополнительно, в план обследования, рекомендуется это на усмотрение, опять же, и по возможности включать посев кала на патогенную кишечную группу, определение токсинов, класс среди дефицеля в стуле, копрограмма, фекальный кальпротектин и консультация гастроэнтеролога. Опять же, при тех же показаниях, про которых я говорила и колоноскопия. Не всех пациентов нужно показывать гастроэнтерологу с наличием колита. И, повторяю, это группа пациентов, которые длительно существующий колит, это тяжелые степени, и пациенты, которые не отвечают на проведение гормонотерапии. Практически те же исследования дополнительные предусматриваются при подозрении на наличие гастрита. Это проведение фиброгастроскопии и консультации гастроэнтеролога по тем же показаниям, которые я говорила, и при колите. Второй и четвертой степени нежелательных явлений, повторюсь, еще длительно существующие, тяжелые степени и не отвечающие на глюкокорсикоиды. Поэтому второй вопрос, уважаемые коллеги. Согласны ли вы с предложенным объемом обследования при подозрении наличия иммуноопосредованных нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, таких как колита и гастрита? Первый ответ – да. Второй ответ – нет. Результаты буквально будут через несколько секунд, будут выведены на экран. Светлана Анатольевна, ну практически 100%. Да, коллеги, да, 98% и 2% нет. Да, следующая опция касается принципов лечения. Здесь основные постулаты, коллеги. Я действую, опять же, по тем прямо разделам, которые у нас зафиксированы в рекомендациях. Если у пациента развивается иммуноопосредованное нежелательное явление четвертой степени, иммунотерапия должна быть полностью отменена. При проведении комбинированной терапии, когда применяется неволумапс и пилимумам в настоящее время, то после развития иммуноопосредованных желательных явлений третьей-четвертой степени допустима отмена анти-CTL4 терапии с продолжением терапии антипеди-1 в прежней дозе после купирования нежелательного явления. И, конечно, этот постулат нужно рассматривать индивидуально у пациента при удовлетворительном состоянии, повторяю, после купирования нежелательного явления. При развитии инфузионных реакций рекомендована замена препарата на другой препарат того же класса. Да, мы встречались с такими ситуациями, когда замена антипедиа на препарата не приводила к дальнейшим уже инфузионным реакциям. При таких эндокринопатиях, как гипотириоз, гипертириоз, развитии сахарного диабета, иммунотерапия может быть продолжена в случае, если будет проводиться заместительная терапия под контролем эндокринолога. И несколько моментов, которые мы тоже оспаривали, и вносим изменения терапии нежелательного явления со стороны печени. В случае, если у пациента гепатотоксичность четвертой степени, любой иммунотерапевтический препарат, вызывающий это явление, должен быть полностью отменен. При гепатите третьей степени, после комбинированной анти-CTL4 плюс антипедиа-1 терапии, после разрешения этого явления, возможно продолжение антипедиа-1 терапии, монотерапии под контролем биохимического анализа крови, общего состояния пациента в случае, конечно, полного купирования осложнения. И при одновременно повышении уровня трансаминаса АЛТ больше или равно второй степени, и общего билиурбина более второй степени, если у пациента отсутствует синдром Жильбера, проведение иммуносопрессивной терапии. Во-первых, здесь нельзя применять другой препарат, как, например, микофенолат, мафетил, нельзя анфлексимаб использовать, запомните это, пожалуйста. То есть мы ведем этого пациента как гепатит третьей степени и полная отмена иммунотерапии. Поэтому вопрос третий. Согласны ли вы с предложенными дополнениями по лечению иммуноопосредственных нежелательных явлений по поводу основных принципов и терапии иммуноопосредственных нежелательных явлений со стороны печени? Первый ответ – да, второй – нет. Результаты, ну, Светлана Анатольевна, практически у нас какая-то одна бабья габ, которая постоянно против. Я вот даже не знаю, я хотела бы узнать, кто, или это просто вот статистически действительно, ну, вот, бывают люди, которые вот, ну, бывают. Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо за понимание. Я вас хочу уверить, что мы очень всегда продуктивно работаем и обсуждаем рекомендации и всегда открыты для обсуждения. Поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы, помимо тех вопросов, которые мы сегодня обсуждали, еще раз повторяю, присылайте, мы всегда их обсудим. Спасибо большое. Спасибо.